Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам об одной из причин резкого повышения массы тела и изменения внешности. Если вы хотите разобраться в этом вопросе, пожалуйста, смотрите ролик до конца. Эндогенный гиперкортицизм – это состояние, при котором у человека повышается уровень гормонов, кортизола. Когда нужно забеспокоиться на предметы гиперкортицизма, пациенты отмечают изменение внешности, достаточно выраженное перераспределение подкожно-жировой клетчатки, увеличивается живот, меняется лицо, повышается давление, может развиваться сразу нескольких эндокринных заболеваний, может развиваться сахарный диабет, может развиваться сильный остеопороз, то есть хрупкие кости. Состояние человека очень резко меняется. Несмотря на то, что клиническая картина, как правило, очень яркая, из-за того, что заболевание редкое, наши пациенты далеко не всегда вовремя приходят к врачу. То есть иногда это занимает 2-4 года, чтобы просто поставить диагноз. Существуют тесты, они достаточно сложные. Оценку циркатности ритма, всякие фармакологические пробы для того, чтобы в первую очередь уточнить, есть ли у пациента гиперкортицизм. Это анализ слюны, например, в собранное вечернее время, анализ суточной мочи и анализ крови на фоне фармакологических тестов. То есть мы даем доксаметазоны и смотрим те или иные анализы. И уже только когда мы убедились, что действительно у пациента есть эндогенный гиперкортицизм, дальше мы смотрим анализы крови на адренокортикотропный гормон, чтобы понять, виноваты надпочечники или опухоль, секретирующая АКТГ. И только уже затем мы проводим все тесты по выявлению собственной опухоли. Для этого используем в том числе селективный забор крови из нижнекаменистых синусов. К определенному возрасту разных изменений в организме у человека накапливается очень много. Если мы сразу будем проводить МРТ и КТ всего тела, то, поверьте, у нас у каждого будет нечто похожее на эту опухоль. Пациент где-то в течение 6 месяцев полностью восстанавливается, то есть его внешность, нормализуется давление, нормализуется уровень гликемии, то есть масса проблем уходит. Если операция оказывается неуспешной или мы вынуждены, мы признаем, что мы не можем найти опухоль, то здесь существует медикаментозное лечение, которое позволяет снизить уровень кортизола, в ряде случаев и снизить уровень АКТГ. Кроме того, существуют еще, конечно, методы, так называемые, палиативные операции, то есть когда мы не можем найти опухоль или не можем полностью удалить в силу тех или иных причин, например, она растет в синус, она затрагивает какие-то важные, жизненно важные органы, тогда мы просто идем на адреналоктомию, то есть мы удаляем надпочечники и таким образом спасаем пациенту жизнь, но, конечно, всю оставшуюся жизнь он будет принимать заместительную гормональную терапию. Наш центр оснащен всем необходимым, это действительно ведущий центр Российской Федерации, у нас есть и возможность проведения селективного забора крови, и полный цикл диагностики, то есть в том числе определение кортизола и в слюне, и проведение всех проб, ну и, безусловно, блестящие нейрохирурги, которые оперируют фактически 5 дней в неделю, 4-5 дней в неделю таких пациентов, то есть это колоссальный опыт. Обращаясь к нам с различной нейроэндокринной патологией, вы можете быть уверены на экспертную помощь в этом вопросе. Медицинскую помощь в нашем учреждении вы можете получить бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, высокотехнологичной медицинской помощи, а также на коммерческой основе. Чтобы записаться на консультацию в наш центр, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok